Правящая коалиция узурпировала власть в стране, а запрет российских информационных программ очередной антироссийский акт. Налицо открытое вмешательство московских политиков и российских структур в политическую жизнь Молдовы, и это указывает на провокационное отношение к Молдове. Такова теперь риторика парламентов России и Молдовы. Таков ответ в виде проекта заявления молдавских депутатов, отправящей коалиции на уже принятую декларацию Госдумы. И все это по поводу запрета российских информационных и аналитических программ в Молдове. Если к этим событиям добавить инициативы по выходу Молдовы из СНГ, запрету использования русского в качестве языка межнационального общения, отзыв молдавского посла из России для консультаций и многое другое, то становится ясно, что молдороссийские отношения переживают серьезный кризис. Чем нам это грозит? Кто в этом виноват? А главное, остановятся ли на этом зачинщики скандала? Как всегда, будем разбираться принципиально. Весь вы смотрите программу «Видело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И помогать разбираться в этом непростом вопросе сегодня мне будут мои гости Юрий Рожко, политик, общественный деятель. Добрый вечер. Здравствуйте. И политолог Влад Курминский. Здравствуйте. Добрый вечер. Поддержать позицию одного из участников предлагаю также и вам. Для этого необходимо позвонить по телефону, который сейчас будет указан на вашем экране. Звонок бесплатный. Ну а мы начинаем свою программу. Ну что, господа гости, теперь в этот конфликт, о котором я говорила, включились и парламенты. Есть уже декларация Государственной Думы Российской Федерации и в то же время есть проект заявления, цитату из которого я вам сейчас привела. Как сегодня вы можете квалифицировать молодо-российские отношения? Господин Рожко. Если вы позволите, Людмила, очень короткую историческую справку. Иначе, если мы будем обрывками, вряд ли что-то поймем. Ну, история не нова, но если так короче, вспомните недавнюю избирательную кампанию Соединенных Штатов. Это дискурс Хиллари Клинтона и глобалистов вроде Сороса, которые кучкуются вокруг демократической партии, которые сейчас пытаются свалить Трампа. Последовала кампания за президентский мандат во Франции. То же самое Макрон и его штаб. Российские СМИ, российская пропаганда уничтожает французскую демократию, оказывается. В этот же период, мы помним, Европарламент принимал соответствующие решения, декларации и заявления по поводу пропаганды российских СМИ. Значит, Russia Today и Sputnik, вот эти две медиа-компании Российской Федерации, подминают демократию повсюду в мире. Я напомню, что согласно всем международным актам, подобного рода заявления не имеют никакого основания. Я, как один из авторов кодекса по телевидению и радиовещанию, могу с уверенностью сказать, что согласно Европейским народным конвенциям, такие ограничения и запреты не могут существовать. Лишь призыв к войне, расовой ненависти, как в нашей Конституции, когда касается внутренней жизни, могут быть ограничены. Пропаганда, она всегда существует и в рекламе и так далее. Не об этом речь. Молдова не является исключением. Она лишь при нынешнем руководстве, ну, слепо, тупо, подобострастно исполняет заказы извне. Всем это понятно. Выгодно ли это республике Молдова? Нет, конечно. Но эти ребята, которые узурпировали власть, начиная с 2009 года и закрепившие эту узурпацию, они заложники этой ситуации. Они же понимают, что если их американцы сольют, многих из них ждет тюрьма. Поэтому они будут делать все для того, чтобы угодить своему американским кураторам, а в данном случае рассорить республику Молдова с Россией. Зачем? Вредит ли это нашим интересам? Ну, конечно, да. Политическим, экономическим, чисто человеческим вредит. Мы маленькая страна, и это никак не вписывается в нашу Конституцию, потому что мы независимая и нейтральная страна. А нейтралитет означает равная удаленность в случае конфликтов великих геополитических игроков. К сожалению, нам этого не удается. Я поняла. Господин Курминский, вы как квалифицируете молодо-российские отношения сегодня? Ну, я думаю, что близки к точке замерзания. Но я думаю, что на самом деле нам нужно было бы с самого начала проанализировать, почему и зачем это происходит, и кому это вообще выгодно. Потому что для того, чтобы телезрители, может быть, немного лучше понимали контекст этого всего и не поддавались на такой большой ажиотаж, что вот завтра у нас произойдут какие-то непоправимые события, нужно все-таки разобрать и разложить это немножечко по полочкам. Первое, о чем вообще стоило бы сказать, это то, о чем говорил Юрий Иванович, что у нас страна, Республика Молдова, за последние 27 лет, к огромному сожалению, превратилась фактически в поле битвы между большими, великими геополитическими игроками. То есть у нас постоянно этот сценарий «Запад против Востока» разыгрывается уже очень много избирательных кампаний, сколько я себя помню. Игроки меняются, значит, великие эти большие государства поддерживают разных игр, игроков, но сценарий один и тот же. Я тут, например, вспомнил бы, допустим, кампанию 2005 года, где парадоксальным образом Соединенные Штаты Америки выступали на стороне коммунистической партии, а Россия выступала на стороне того, что раньше было там более-менее проевропейским альянсом, в руководстве которого стоял господин Урикян. Почему сейчас это происходит, накал и обострение отношений с Россией? Ну это просто происходит потому, что у правящей демократической партии исчерпаны козыри и аргументы, которыми можно было бы убедить своих избирателей, в том, что за них нужно проголосовать, то есть в том, что они заслуживают мандата доверия избирателей на следующий парламентский срок. Но на самом деле, когда ты выходишь к избирателям, то есть им можно рассказать о тех внутренних реформах, которые ты провел в стране, и благодаря, скажем, допустим, хорошему твоему посложному списку, удачно проведенным реформам, изменениям в жизни людей, росту зарплат, пенсии, люди тебя заголосуют. Это один вариант. То есть мы все понимаем, что такой вариант не пройдет, потому что никаких существенных улучшений в Республике Молдова не произошло. Что тогда нам остается? Остается другой вариант. Это поиск врагов. Значит, это работает всегда безотказно, и поскольку общество в Республике Молдова разделено на два лагеря, очень просто в Республике Молдова этих врагов найти. То есть в данном случае, конечно, находится в брак, это, я знаю, пятая колонна в Республике Молдова, это Российская Федерация, ну и так далее, и тому подобное. К огромному сожалению, точно так же поступает и другой фланг, социалистическая партия во главе с президентом Дадоном. То есть они, в принципе, прибегают к той же самой избирательной стратегии. Вот в конечном итоге мы получаем в реальной жизни ухудшение реальной ситуации с Россией, потому что мы затягиваем и США, и Европейский Союз. Это мы затягиваем. Я думаю, что это в первую очередь делаем мы сами сюда. Или нас. На нашем уровне. Ну, я уточнила, господин Кулинарский. Вы знаете, со многими вещами можно было бы согласиться в плане электоральном, это моя точка зрения. Если бы не одно но. Я очень важно уточняю. А зачем они, допустим, закрывают российские телеканалы? Вот. Ну просто. Вопрос вообще очень простой. Но сказали, закрыли. Нет, я думаю, что вопрос очень простой, потому что российские телеканалы как бы пользуются популярностью, и они реально могут добавить определенные проценты партии социалистов в рамках избирательной кампании в ноябре. Очень простой расчет. Как мы, значит, можем снизить электоральный рейтинг партии социалистов? Да просто убрав определенные ресурсы, которые, надо признаться, действительно работают на них. Ведь не секрет, что российские новости, они, как правило, освещают ситуацию достаточно однобоко. Точно так же, как и западные телеканалы это делают. То есть они в основном добавляли электоральный рейтинг партии социалистов. Демократы этот вариант просчитали. Думают, слушайте, а как мы будем снижать их рейтинг? Да давайте просто закроем те ресурсы информационные, которые вы получили. Ну, знаете, я была бы согласна, если бы не одно «но». Вот вы наверняка ведь знаете содержание заявления Государственной Думы. Там рекомендовано в конечном итоге разорвать контракт Первого канала с нашим Молдавским праймом. Вы представляете себе, как наши тысячи благодарных избирателей, которые не смогут смотреть Первый российский канал, как они рванут все буквально голосовать за демократическую партию? Я не думаю, что избиратели знают, что этот канал Плохотнюка. Вот я сказал эту вещь, да, избиратели не знают. Они связывают телевидение с Плохотнюком. Это мы в нашей тусовке знаем, кто с кем и почему. Ну, в заявлении Госдумы очень четко, вот впервые есть, там называется фамилия Плохотнюк. Да, да. Вот раньше этого не все было. Смотрите, значит, человек стал историческим, и все попал в официальный документ государства, можно сказать, что состоявшийся политик. Это может быть первый раз, когда он стал замечен. Вообще в международной политике. Это же здорово. То есть все визиты в США уже не важны. Главное, что так. Там он с кем встречался, другое дело. Тут, понимаете, документ проголосованный большинством голосов. Потому что теперь Плохотнюк может идти на выборы спокойно. Я враг номер один из Российской Федерации. Филата я закрыл, а теперь я на его конек сел. Я с Америкой против России. Я думаю, что наш коллега Влад прав в этом смысле. Если вы позволите еще немножко добавить, что означает этот закон. Попросту говоря, я вот сегодня небольшую реплику закинул в нашу медиаресурсфлукс.мд. Называется «Ну пропагандой Руссия, да пропагандой Американой». Ребята, если вы такая мощная держава, хотите закрыться от внешнего влияния, запретите к чертовой матери все каналы. Российский, американский, европейский, румынский, украинский. Будем только мы здесь вещать между собой и никого не будем видеть. Тогда мы нейтральная страна до идиотства. Но понятно, что есть два составляющих. Да, я согласен, что есть избирательная ниша, которую нужно восполнить русофобией. Она востребована в республике, она разогревается. Я согласен с коллегой, что, к сожалению, и тот лагерь не обязательно всегда выглядит, как рьяный борец за независимость и достоинство республики Молдова. Я кого-то проживаю, что дежавю в очередной раз. Это очередная избирательная кампания, которая опять пройдет под этими геополитическими лозунгами, как там «Запад против Востока». Вы считаете, что вот эти все заявления, они достаточно безболезненные? А вспомните предыдущую избирательную кампанию. Нет, я хочу понять. Вот понимаете, многие говорят, что вы обращаете на это внимание? Ну вот тот сказал, тот вышел с инициативы. То есть, а это так вот, на самом деле, к этому надо легко относиться? Не обязательно легко, но в то же время мы должны смотреть на очень прагматичные вещи. Если наши товары идут на русский рынок, и слава богу, благодаря президенту Дадону прорыв был сделан, цифры известны. Если наши люди могут там работать, если самолеты и поезда целый день туда-сюда катаются, если нет никакой угрозы какого-то, не дай бог, военного конфликта и так далее, то это сотрясание воздуха, по большому счету. Это неприятно, это дипломатический конфликт. А что мы в обмен на это пообещали России? А зачем обещать, я не понимаю. Ну вот мы получили эти все преференции, это же было сделано не просто так. Подождите, надо понимать, мне нравится, как меня научили много лет назад мои армянские друзья, которые являются очень маленькой страной, как и Республики Молдова. Мне мои ребята, мои друзья сказали, которые руководили тогда Арменией, Юра, это 50 на 50, нам нужна Россия, нам без них не выжить, но им нужна Армения дружественная. И поэтому, если Российская Федерация делает такие вот широкие жесты в сторону Республики Молдова, это, конечно, из-за нашей исторической судьбы и религии, общей памяти и так далее, общего государства, но есть чисто по грамматических интересам. И России нужны нормальные соседи. Если там даже какие-то безноватые начальники что-то там вякают, России нужны нормальные дружные средства. У них достаточно проблем с Балтийскими странами, достаточно с Украиной, с Грузией еще не все решено. Ну про Приднестровье мы помним опять же. Поэтому я хочу другое заметить, что нынешняя позиция Госдумы, она некоторыми политическими аналитиками из России комментируется как запоздалая, потому что столько пинать под зады российских журналистов уже не было бы предела. Сейчас только вот с этой дамой, я забыл ее фамилию, которую брала президента. Ирада Зиналова. Да, госпожа Зиналова. Но это же постоянно, это куда в Киев ворота лезет? Обстанавливается то, что это журналисты. Это граждане Российской Федерации, у нас безвизовый режим, ребята, в чем дело? Куда ты едешь? Еду к бабушке, еду выпить вина молдавского, какая тебе разница? Буду говорить с президентами или там ни с кем-то на базаре. Это не имеет никакого значения. Нужно еще другое понять. Эта цепная реакция была задолго, заблаговременно, запрограммирована нашими недругами из Соединенных Штатов, для того, чтобы взорвать, ухудшить безостановочно эти отношения. Потому что декларация Думы сразу вызывает реакцию парламента Республики Молдова. И так далее. Может быть, не будет другая декларация Думы, будет декларация фракций Думы, будет декларация разных аналитиков или политиков. То есть идет накал страстей к тому, чтобы, не дай бог, у Молдовы и в России появилась нормальная возможность сотрудничать политически и экономически. Вот и все. Я думаю, что здесь еще, знаете, нам часто кажется, что мы, Молдова, такой важный геополитический ключевой регион. А на самом деле, с точки зрения Москвы и с точки зрения Вашингтона, мы выглядим просто как точка на карте, которая не должна попасть, с их точки зрения, в руки противоборствующей стороны. То есть вот как они смотрят на эту ситуацию. На самом деле, очень просто, предельно прагматично. Но нам-то от этого не легче, правда? Именно, именно. Я уже, знаете, я очень давно уже жду, когда, наконец, в Республике Молдова все никак не дождусь. Когда, наконец, появится политический класс, который не будет, значит, либо ездить в Российскую Федерацию, в Москву, обещать там нереалистичные вещи, которые не могут быть нереализованы, да, для того, чтобы получать от Москвы дивиденды, преференции, приходить к власти там и, значит, и вот садиться на этот пророссийский конек. Или не будет ездить, наоборот, в Вашингтон, не будет рассказывать о том, что у нас сюда завтра, послезавтра придут, значит, российские танки, да, и что вот Россия восстановит империю в виде Советского Союза за счет расширения на территорию Молдова. Потому что и одно, и другое, это на самом деле очень сильно ухудшает стратегическую позицию Республики Молдова и, наоборот, затягивает и Россию, и Соединенные Штаты Америки, чтобы они здесь, конкретно нашей территории, они друг с другом дрались и бодались, вместо того, чтобы, может быть, они говорили о каком-то режиме сотрудничества. Но посмотрите, как это произошло на Украине. Неужели это не является для нас уроком и хорошим примером того, как это может быть, понимаете? Я, например, провел свое детство у своей бабушки в Харьковской области и очень часто ездил на Донбасс. Я часто бывал во всех этих городах, Краматорск, Славянск и так далее, и тому подобное, Дружковка. И мне сейчас вообще невозможно себе представить, что там происходит. То есть там просто-напросто в этом регионе идет война, понимаете? И я думаю, что во многом это объяснялось безответственностью руководителей украинского государства, которые позволили произойти такое. Потому что понятно, что Россия и Соединенные Штаты Америки, они действительно всегда будут бодаться за контроль над Украиной, над Республикой Молдова. Это всегда происходит, это геополитика, это веками там, тысячелетиями происходит, понимаете? Вот. И я уже жду, когда уже наконец-то в Республике Молдова политический класс возникнет такой, который сможет среди этих интересов лавировать и преследовать интересы Республики Молдова, не обещая ни одним, ни другим нереалистичных вещей, которые сталкивают здесь лбами у нас в нашей стране. А наши граждане ждут одного, когда они вот перестанут, и россияне тоже, ведь включают телевизор, смотрят. Понимаете как? Вот говорят, ну, сюжет о Молдове. И каждый день, понимаете, каждый день идет какая-то новость, которая, мягко говоря, не добавляет дружественного отношения к нам. Со стороны россиян. То есть если политическое руководство, вы заметили, оно что делает? Оно отделяет для себя четко. Вот есть позиция президента, есть позиция правящей коалиции. Это я к чему говорю? Что мне это, например, не кажется безобидным, да? Вот эти инициативы, которые мы, собственно говоря, с экранов телевизоров. С обеих сторон причем, руководящих, как со стороны президента, так и со стороны парламента и правительства. Не безобидно. Ни с одной, ни с другой стороны. А что вы имеете в виду антироссийского такого сделал президент в последнее время, что у вас это так удивило? Я не говорю про то, что он сделал антироссийское. Я говорю про то, какие обещания даются в Российской Федерации по поводу того, что возможно в Республике. Мы сейчас даже не об обещаниях говорим. Мы говорим о каких-то конкретных фактах, о каких-то конкретно принятых решениях. Если хотите последнее, давайте обсудим. Мне интересно ваше мнение. План Приднестровского регулирования 2013 года. Вот он конкретный пример того, что обещали России. И, на мой взгляд, ошибочно. Потому что мы в этом виде этот план осуществить не сможем. Ничего не хочу сказать. Не знаю про план досконально. Потому что у нас сейчас идут различные дискуссии. Но знаю, что есть новая инициатива, например, в отношении судей, в которой предлагают ограничить полномочия президента. Вы читали? Читал. То есть каждый день у нас все интереснее и интереснее. Согласен, потому что мы действительно... Чудесатие и чудесатие. Я даже абстрагируюсь от личности людей. То есть Игорь Николаевич, Додонли в этой роли, господин Тимофти, другие ли люди. Понимаете, на самом деле есть институт президента, который граждане страны и другие институты власти обязаны уважать. Потому что это институт власти, это источник определенной легитимности. И нельзя, конечно, я с вами согласен, просто брать его и таскать, погрязи постоянно и показывать на весь мир, что... Нет, просто это вопрос об обещании, понимаете, я вот так на все это сейчас смотрю. Вы хотели что сказать, потому что я хочу задать один очень важный вопрос. Ну, задавайте, я потом вспомню, что я хотел сказать. Отлично. Мы вас заболтали. Смотрите, пять сел, опять же говорят, ну безобидно, ну что вы нервничаете. Объявили, что они присоединяются к Республике Молдовы. У нас символическая декларация, говорят они, да, к Румынии, извините. Ну вот мы считаем себя частью территории Румынии. По этому поводу жду, может СИП что-нибудь скажет, да, выскажется, как-то вот какая-то будет реакция. Ну и хотя бы, я не знаю, там может быть премьер-министр как-то. Но СИП сейчас занят господином Асталепом, если я понял сегодня из социальных сетей. Да, мы, к счастью, понимаем, чем они заняты. Вроде как говорят, ну не обращайте внимания, ну как вот этого быть не может, давайте не обратим на это внимание. Знаете, о чем я сразу подумала, что мне напомнило эта ситуация? Очень бытовую и житейскую. Это когда жена не хочет жить с мужем, ну говорит так примерно. Знаешь, дорогой, у нас с тобой есть официальный брак, ну что бы ты знал, я вообще люблю другого. И собираюсь навстречу именно с другим, понимаете? Ну да, если говорить чисто формально, это же не нормально. В Конституции Республики Молдова, Республики Молдова, 142 статья, которая определяет нейтральный, независимый, унитарный, суверенный статус, как особые элементы нашей государственности. Эта статья находит свое отражение в уголовном кодексе. Я не к тому, что этих людей нужно преследовать, но с ними хотя бы профилактическую беседу. Да, с точки зрения международного права, внутреннего права. Такая возможность может существовать через референдум. 50 плюс 1 из общего числа избирателей. Все. Специальная конституционная процедура. Остальные импровизации, когда это декларирует партия или человек, это вписывается в свободу слова, в свободу воли и зимы. Ну да, то есть когда Ларри выходила за памятник Штефана Чумаря, это было безобидно. Нет, смотрите, когда идет речь об институте государственной власти, это уже немножко перебор. Потому что это институт государственной власти Республики Молдова. Его статус определен. Если бы эти же люди были на каком-то митинге или на каком-то партийном собрании, да. Но если это в виде решения даже института местной власти, то это в наших законодательствах никак не вписывается. И нам остается в очередной раз констатировать факт, что наше законодательство в принципе никто не собирается в некоторых частях выполнять. Я буду потакать к нашему коллеге и скажу, а что Приднестровье? О, вот это... Одно секундочку. Одно секундочку. А, абсолютно. Наши Приднестровские друзья, я имел честь встречаться пару раз в Москве с господином Красносельским, нынешним так называемым президентом. Очень любезно поговорили. Привет, привет. Общие знакомые так и так. Выходит конференция, как называется, съезд Русский мир, фонд Русский мир. Выходит, все ему хлопают до ума-прома помрачения. Мы независимая страна, мы ненавидим Кишинев, мы то-то-то. Ребят, это вписывается в Конституции? Нет. Этих господ нужно судить по такому же законодательству, как эти, кто сегодня декларировали, что я хотела вернуться с Румынией. Если быть честными, а если мы являемся адвокатами России против Республики Молдовы, я с этим не согласен. Нужно понимать, что всегда Молдова из Москвы будет видна иначе, чем Молдова из Кишинева. И мы должны помочь нашим российским друзьям понять, насколько нам важно их помочь для того, чтобы мы здесь сбалансировали геополитическую ситуацию. Мы не можем играть с русскими против американцев и с американцами против русских. Даже с русскими против румын не хотим играть. Даже если Румыния сегодня не независимое государство, а колония американской империи. Но мы нуждаемся. Но мы нуждаемся. Я не сказал, ребята, заходите в Флуксов и другие СМИ и читайте самые значимые статьи политических аналитиков в Румынии. Сегодня и Германия колония Америки. Вы не знаете об этом, да? И Франция колония Америки. Вернее, лучше обладать таким хорошо развитым обществом, как в Румынии, в Германии и других. Я очень счастлива вашего наивного восприятия. Я тоже был мол и так же, как вы думал о жизни. Оно работает для граждан страны. Вот что самое важное. Если мы поговорим с гражданами страны, с гражданами Германии и Румынии, то мы увидим, что... Граждане Германии протестуют. И этот протест сегодня выразился в 12,5% в партии, которая записалась за пару дней до выборов, ребята. В Германии огромный политический кризис. Надо нас дурить, евроэнтузиасты. Нет, мы не знаем. Вся Западная Европа бурлит. Евросоюз находится на краю развала. И пока мы будем ездить... Оно бурлит в российских СМИ скорее, чем в реальности. Слушайте, вы были вообще в Западной Европе? Я туда езжу почти каждый месяц. Я вас возьму за ручку и покатаю вас по самым интересным академическим форумам. Я был в этом каждую неделю. Простите за его счет. Я очень хорошо понимаю проблемы, с которыми они сталкиваются. Слушайте, не надо нам ставить в пример Западную Европу и Соединенные Штаты. Там достаточно несправедливости и горе... Когда вы были последний раз в Соединенных Штатах? В Соединенных Штатах было два года назад. Два года назад. Да, я постоянно с ними общаюсь и переписываю эти книжки, их печатаю. На ваш взгляд, ситуация там удручающая? Удручающаяся и находящаяся на грани гражданской войны. Вы не читаете американские СМИ? Я ездил в все Соединенные Штаты буквально от и до. Может, как турист. Может быть, вы ничего не робите в геополитике и в форсальных конфликтах. И я очень-очень хорошо, тщательно и внимательно изучал проблему. Я, Людмила, поздравляю, вам удалось выявить американского шпиона в нашей студии. Мне очень интересно. Сбалансированный человек. Я просто не была в Соединенных Штатах, и поэтому очень внимательно слушаю ваши впечатления. Какого западомана в вашем лице, Влад? Ну, не западомана. Ну, никто не соглашает, даже я и туда, бывает, не соглашаю. Юрий Иванович, вы неправильно ведете беседу. Вы спросите, как он к Трампу относится. Отсюда уже начинаете, да. Понимаете, мне кажется, да, что в этом вопрос. Я просто считаю, что рациональная модель построения, рациональная модель внутреннего устройства страны – это всегда хорошая вещь. Вот нам так никогда и не удалось этого сделать. Там рационально? Ну, по крайней мере, они стараются это делать. Я не говорю, что она полностью рациональна, но, по крайней мере, это идея. Власть у за первого плутократии, глобалистами. У нас меняем, Юрий Иванович, она меняется. Давайте я скажу, с чем вы. Поменялось, что Библия Трампу уже делать? Нет, ну так, после республиканцев пришли вы. Вы когда слушаете, это понятие, как глубинное государство, дип стейт. Конечно, конечно. Кто сейчас рубит Трампа? Кто правит? У Трампа столько же полномочий, как у нашего Додонна. Но власть он выиграл или не выиграл? Он выиграл, но формально. Ну, у нас тоже Игорь Татон выиграл. А кто ему дает править страной? Кто дает ему править страной? Ситуация симметрична. Мне кажется, мне... Давайте к Молдове вернемся, а то мы... Так, понятно. Я понял, что вы ничего не соображаете в американской политике. Я вам кто после передачи объясню. В плане, да. Я в американской политике очень хорошо разбираюсь, потому что я... Я сейчас скажу одну вещь, с которой вы оба согласитесь, да, и не будете спорить. Вам ведь не нравится избирательная система США, правда? Мне вообще не нравится избирательная система с некоторых пор. Господин Курминский, правда, не нравится? Ну, вот видите... Ну, она несовершенна. Да, да. Она несовершенна. Ну, поверьте мне, в избирательной системе США намного больше шансов у оппозиционных политиков прийти к власти, чем в России, Республике Молдова, Беларуси, Украине и многих других государствах СНГ. Это факт. Я надеюсь, что вы спорите с этим фактом. Вы знаете, что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете, что это такое демократы и республиканцы. Как они финансируются фирмами лобби и как эти партии являются шестерками большого капитала. Ну, слава Богу, что у него есть возможность об этом говорить и об этом писать. А что у нас невозможность? У нас каждый дурак говорит, что там президент никто и что плохотюк никто. У нас что нет свободы слова? У нас свободы нет, у нас свободы слова есть. Я что-то сильно сомневаюсь, что у нас свободы слова есть, потому что у нас все медиапространство поделено на две равные части. А, другое дело. Разные. Пишите граффити на стенку. Я знаю, что есть свободы слова на КЧНТВ. Это да. Когда я присутствую на ваших передачах. Тогда у нас просто эфики зашкаливают, как своя норожка. По поводу вот этих сел. Мне интересен ваш комментарий. Можно ли реагировать на это? Вот ответьте на этот вопрос. Я думаю, да, несомненно. Я хотел вернуться к тому, о чем говорил Юрий Иванович. Я насчет того, что Приднестровье, часть российского мира, это вообще тема другого разговора, поэтому не будем ее касаться. Мне тоже показалось не очень корректно сравнение с села и Приднестровье. Но это ваше точка зрения. Это не точка зрения, это юридическое доказанное. Мы имеем там антиконституционный режим, который поддерживает Российская Федерация официально и открыто. Вот Рогозин встречался с этим парнем. Это да. Так о чем мы говорим? Либо ты принимаешь Додона, либо ты принимаешь этого парня. Слушай, Додона, либо принимаешь демократическую парню. Дубого из начальников нашей страны. Сегодня Приднестровье, ведь есть у нас соглашение, да, это считается непризнанной официальной территорией. То есть у этих сел, о которых мы говорим, у них вообще нет никакого статуса. А Россия неофициально признала Приднестровье как независимое государство? Нет. Неофициально да. Мы можем с ними дружить в таком случае, потому что они против наших национальных интересов работают, если они так поступаются должны. Что же за дружба такая, когда тебе прямо в спину нож? А у нас другого выхода нет. Это другая статус. Потому что если ты занимаешься политикой, а не политикой анализом на телевизор. Это вынужденная дружба получается. Подождите, нет. Принуждение к любви не по любви. Подождите. Все маленькие страны пытаются... Неужели вы не знаете, что в политике нет постоянных друзей и врагов? А есть только политические интересы. Вот сейчас мы добрались до сути, наконец-то. Конечно. Дайте я вернусь к вопросу, который я хотел... Села, села, что-то буду беспокоить. Говорят. Очень, очень, очень беспокоят. У нас есть так называемый, по-разному его называют, Кошницкий плацдарм. То есть есть определенное количество сел, которые находятся под юрисдикцией нашей. Но они находятся на левом берегу с нашей точки зрения. Посмотрите, что происходит там. То есть мы постепенно, ввиду отсутствия постоянного внимания к этой проблеме, мы потихонечку начинаем терять контроль даже там, где он у нас есть. Понимаете? Мы смотрим там на Румынию. То есть у нас государство начинает настолько... Система власти, структура начинает настолько в такой разбалансировке находиться, что я не удивлюсь, что в скором времени мы там получим какие-то референдумы. Вы знаете, что там вообще происходит и какова ситуация на настоящий день? Потому что там люди, например, с удовольствием получают преднестровские пенсии, преднестровские, допустим, зарплаты. И многие там из этих людей, они подумывают о том, что интересно. Я пугаю, что Санкульминский все знает настоящую ситуацию в США. А где же и с кем нам нужно находиться, понимаете? То есть это происходит не только там. Это когда власть не занимается реальными проблемами своего государства и не пытается сделать из него сильную, уважаемую снаружи и внутри единую единицу. Так происходит всегда. Здесь ничего удивительного нет. Это закон политологии. То, что не жизнеспособно, то умирает, к огромному сожалению. И вопрос касается не только всего оттуда. Я очень много говорила с вами, московскими друзьями, аналитиками, учеными на эту тему. Я лучше отдельную программу посвящу. Просто вот эти сравнения, понимаете как? Именно потому, что власть тебя ведет невнятно, непонятно. И без позиции вот может случаться такие вещи, как у нас случились в 92-м году. Знаете, почему происходит? Потому что отношение к Москве является симметрично дурацкой. Либо Москва твой хозяин, либо Москва твой враг. Все, понимаете? И невозможно вести достойную беседу с Россией в роли либо врага, заведомо, либо шестерки. И мы проходили через все это. Вот что интересно. Я напомню Воронина. Воронин был искренне, когда в 2001 году шел на выборы с тремя ключевыми вещами. Федерализация, Союз Россия и Беларусь. Да, был такой язык, не забудьте. И два государственных языка. Да. И урегулирование конфликта за три месяца. Ну да. Федерализация, я сказал. Да. С принесением. Он не знал, что он не может этого сделать. Но, ребята, я верю в искренность Воронина. Прошло столько лет. А вы не получите параллели сегодняшней ситуации с президентом? Я почему об этом говорю? Потому что уже, ну, ребята, уже от того, что хочешь и от того, что можешь в политике, две большие разницы, понимаете? И от того, где реальные интересы твоей страны. Ну, правильно, правильно. Поэтому нужно быть предсказуемым. А мне кажется, у вас нехорошая параллель. Потому что я сейчас вам напомню меморандум Козака. Мне кажется, это не моя параллель. Это Юрий Ванчевая параллель. 2003 год. И она очень хорошая. Юрий Ванчевая. Я могу зачитать наизусть. Я помню. Потому что в отличие от вас я знаю все детали этого. Да, я видел вас, как вы стояли на улице в это время. И правильно сделать. Нужно быть, я еще раз таку. Я к чему сейчас говорю? Я, в отличие от других, никогда не буду сожалеть об этом. Я очень много надела нам в политике сожалею. А о том, что нам удалось отразить план Козака. И за это мы вас уважаем. Юрий Ванчевая. Я никогда не буду сожалеть. Потому что вы не помните, что там было написано. Я, к сожалению, некоторые наши руководители до сих пор сетуют, не читая этой бумаги. Зная, что там нравится. Что это их оскорбило. Что господин Козак приехал. Юрий Ванчевая параллель. Пил коньяк здесь, понимаешь, с президентом. Я говорю, что по признанию самого Воронина, понимаете, и если учесть, что все знали, что в тот день зашел посол в Соединенных Штатах и провел беседу, вы понимаете, что на карту поставлено было личное. Личное. Как пишут политологи, благосостояние. Давайте мы сейчас не будем проводить параллели, потому что, во-первых, у нас президент с такими инициативами не выступал. И личные свои моменты, насколько мы все в курсе, у нас этого нет. Мне кажется, это уже хорошо. Вы согласны с тем, что все-таки тот факт, что меморандум Козака в конечном итоге не был подписан, для Республики Молдовы это было благо все-таки в конечном итоге. Что хорошо, что этого не произошло, потому что этот план урегулирования... Никто не помнит контекстов. Никто не помнит даже в чем этот план. Никто не помнит. Сколько лет там должно было. Нет, смотрите, нет. Права, пригнировали. Когда мы говорим о плане Козака, у нас два отношения. А, я считаю Россию врагом. Хорошо или плохо. Это хорошо, что ей подписали. Я считаю Россией матушкой. Все, плохо, что не подписали. Никто же не копается. А на самом деле внутри там было очень много полезных... Нет, я предлагаю сказать одну вещь. Вы сейчас согласитесь, знаете, в чем дело не в самом этом меморандуме, а в том, что не надо было так себя вести. Не надо было подписываться на каждом. Я оборонить должен вам сказать. На каждом. Вы ему сказали, что ты вас не послушал тогда, Юрий Иванович. Я уже после этого раз и не дружил. А когда уже, извините, президентский самолет, не только это. Не то, что он не подписал, а то, что он обещал. Вот. Я думаю, другая ошибка еще заключалась. Знаете, в чем? Ошибка заключалась в том, что вот точно так, как вы сказали, что к Москве относятся либо как к хозяину, либо как к полному врагу. Значит, и тогда в рамках этого процесса мы начали просто практически двусторонний диалог с Россией для того, чтобы урегулировать конфликт, разработать какой-то план, потом привести его в Тирасполь. Значит, и за спиной фактически всех западных партнеров, у которых тоже есть здесь свои интересы, что-то быстро там план урегулирования Сфаргань. Близкий, дипломатический близкий. Конечно, понятно было, что это, ну, тогда это не было очевидно, но сейчас это понятно, что это происходит. Почему не было? Почему? Объясните мне, пожалуйста. Не было очевидно. Кстати. А вы знаете, я скажу почему. 1-2 декабря 2003 года в Мастрихте планировался ежегодный саммит ОБСЕ. Россияне должны были вывести войска уже три года назад. Они должны были прийти и отчитаться. Ребята, а что мы этого не выводим в войсках? А приехал козак, договорился с Ворониным и Смирновым, подписали, без вас все решили. А ответственная власть вела бы себя по-другому. Ответственная власть, то есть, да, хорошо, что этот диалог с Российской Федерацией начался. Конечно, без участия Российской Федерации урегулировать пренадепрессорский контроль нельзя. Но это именно задача и ответственность Кишинева создать какой-то точки консенсуса, соприкосновения между этими великими городками, для того, чтобы они не ломали ситуацию здесь внутри, а наоборот ей помогают. Вот как вижу консенсус между президентом, правительством... Не внутри у нас, я имею в виду больших внешнеполитических игроков. Не внутри тоже этого? Люда, в другом речь, мы маленькая страна, и я согласен с коллегой, что мы должны ломировать. Это идея, которую, вы говорите, уже 10 лет ее мусируют. Ну, наверное, с доханием мы не доживем, чтобы увидеть серьезных государственных деятелей, которые не представляют Республики Малую Республику, но того, как аппендикс. Или как продолжение внешней политики какой-то крупной страны. А хотя бы попытку грамотно, мудро, вежливо, дипломатично выстроить наши внешние отношения, защищая очень элегантно, нежестко свои национальные интересы. Об этом речь идет. Господа, так вы хорошо рассуждаете. И, кстати, эта история с меморандумом Кузыка, я думаю, что это урок на сегодняшний день. На сегодняшний день очень важно, потому что я думаю, что одна из ошибок, которую совершал раньше президент, это пытаться в Москве продать идею о том, что примерно такой же процесс, который происходил тогда, возможен сегодня. Я думаю, что вот с этой точки зрения президенту Игоря Николаевича Додону нужно в какой-то мере начинать очень внимательно присматриваться и к другому полюсу, к западному, для того, чтобы какой-то баланс и консенсус всего этого начать достать. Ну, вот сейчас Брюссель, говорят, поедет президент в этом году, посмотрим, да. Хочу спросить вас по поводу ваших прогнозов. Потому что, да, вот мы видим каждый день новости, да. Во-первых, давайте для телезрителей попытаемся сказать достаточно однозначно. Вот это решение Госдумы, да, которое рекомендовало правительство рассмотреть контракт. В принципе, мы можем считать, что этот контракт будет расторган. У вас есть уверенность в этом? Слушайте, я только буду рад. Я не спрашиваю. Упокатия пропадает самый главный медиаресурс. Ну вот все-таки вы полагаете, что это вопрос решено, потому что некоторые сомневаются. Мы каждый год затаскиваем туда огромные ящики денег, да, для того, чтобы сохранять самую сильную медиа-платформу в Республике Молдова, катаясь на российских фильмах, да, и проводить свою не очень пристойную политику. Зачем? То есть вопрос решен, Юрий Иванович? В принципе. Ну, если не могут расторгнуть контакт с ним, значит, расторгнут контакт с Республикой Молдова. Поняла, господин, коротко. Я не думаю. А вы не думаете, что расторгнут? Думаю, что нет. Вот видите, как интересная позиция. Думаю, что не расторгнут. Так, порадуйте сейчас фанатов демократической партии. Я думаю, что Влад просто более осведомлен, чем я. Я просто рассуждаю, он знает. Нет, я это чисто аналитически. Вот то, что я вам говорил предыдущее, это действительно осведомленность. Это просто аналитический прогноз. Я не думаю, что расторгнут, потому что расторгнут легко, а восстановить потом очень сложно. То есть я думаю, что... Так может, если не обязательно с этими же людьми восстанавливать, да? Может, нужно расторгнуть... Кто же у нас в условиях Республики Молдова, в условиях контролируемых институтов государства даст возможность заключить такой контракт с кем-то другим людьми? То есть людям не нужно бежать и покупать тарелку. Я, знаете, считаю, что у нас возможно все. Я давно как бы так перестала говорить, это возможно у нас, а это невозможно. Вот тут вы абсолютно правы. Да, потому что... И знаете, и вот это отсутствие правил, каких бы то ни было, это еще одна очень большая проблема сегодняшнего дня. Нет никаких правил. Никто никаких правил в этой политической борьбе не соблюдает. И, кстати, Юрий Иванович, система Соединенных Штатов и Европейского Союза основана в первую очередь на соблюдении определенных правил игры. Я завидую вашей наивности и энтузиазму. Я был таким же много лет назад. Я вот точно знаю, что посольство Соединенных Штатов после этого эфира должно вам дать медаль, потому что вы так расписали. Не медаль не может быть. А вам чье посольство? Нет, смотри, что у нас произойдет дальше. Я вот думаю, например. Нет, вот мне интересно. Понимаете, как вроде бы уже дошли вот до вот этих вещей, а дальше санкционные списки. Вот что будет? Я не верю в то, что остановится правящая коалиция на этом, хотя бы потому, что есть уголовное дело. Вы знаете на кого, да? Вы знаете, что есть решение суда. А очень многие эти моменты связывают. Вы знаете, что самое важное? Вот я лично думаю, что самое важное, это чтобы не пошли ни на какое обострение в зоне безопасности или вообще по Приднестровскому конфликту. Вот есть определенные красные линии, которых трогать просто-напросто нельзя. Но их тронут или нет? Нет, пока их еще не трогают. Пока эти красные линии не пересекли. Я убежден, что Россия стремится всеми возможными средствами избежать какого-то обострения любого типа конфликта с Республикой Молдова. Недаром сегодня выступила Дума, да? Это Министерство военно-странных дел, это не президент, и это не правительство. Дума, коллективный орган, да, это политическая точка зрения большинства фракций государственного власти в Российской Федерации. Ну, скажем, это первое жесткое такое замечание Республики Молдова. Но россияне понимают, что обострять обстановку с нами это играть на руку своих геополитических оппонентов. Есть достаточно пример. Позиции своего кандидата в Госпублике Молдова. Конечно, да не только кандидата, я не о выборах говорю, я говорю о том, что, и мы в этом не раз убеждались, тон, в котором говорит Путин, тон, в котором говорит министр иностранных дел, ничего общего с риторикой такой зажигательной и провокационной не имеет. Воистину. Наоборот, очень мудро, очень сдержанно, даже если вынуждены отвечать на оскорбления и явные провокации. Я очень надеюсь, что эскалодации не будет, даже если молдавские наши ковбои будут пытаться ссориться с москвами. То есть вы надеетесь на то, что россияне просто-напросто не выйдут из себя и будут по-прежнему терпеть. Вот такие вот, я не знаю, не очень дружественные шаги. Ну какие? Если мы сейчас начнем их перечислять, то это будет очень долго. Самое интересное, что с геополитической точки зрения конфронтация в Молдове не нужна ни Западу, ни России. Потому что они уже в Украине... Запад разный, Европе не нужна, Америке нужна, мой дорогой. Но они уже попадались по Украине и до сих пор пытаются эту ситуацию разрулить. Так вот у нас, в Республике Молдова, в принципе, есть на самом деле уникальный шанс создать здесь, в Республике Молдова, на фоне украинских событий, площадку больше для сотрудничества между Западом и Востоком. И это возможно. То есть эти вещи пытались... Где ты считала, сказали честно, мост между Западом и Востоком в виде Молдовы провалился. Это не мост, это наши собственные национальные интересы. Потому что если мы этого делать не будем, то мы получим здесь конфронтацию. А теперь давайте зададим вопрос вместо ведущей. А акторов где найти? Вы имеете в виду нас в Молдове? Акторов, как говорят на России, да? Нет, я не особнял. Где политические игроки, которые везут себя на эту неблагодарную миссию быть примирителями, сбалансованными, мудрыми. Зачем, когда есть ниша, которая дает тебе очки на выборах? А ты ненавидь Россию и люби Румынию. Или наоборот, ненавидь Америку и люби Россию. Вы говорите, как политолог, Юрий Иванович. Но я говорю, к сожалению, это так. К сожалению, это так. А кто рискнет себе собрать всех, сказать, ребят, а давай минимальную национальную платформу, выстроим все партии, а потом будем воевать там левые, правые, либералы, социал-демократы и так далее. Понимаете? Минимальная объединяющая национальная платформа. Вот наши принципы, от которых мы не отходим. Юрий Иванович, еще запрос для этого, наверное, должен быть, соответствующий обществу. А вот вы тут понимаете, запрашиваем. Нет, я вам серьезно говорю, людям, я считаю, что многим нашим гражданам очень даже нравится, что им указывают на врага. И каждый выбирает. А ответ на ваш вопрос, Людмила? Говорим о листах, если можно, это слово неприличное. Вы спрашивали, может ли быть хуже? Я скажу, да, может. То есть мы на самом деле пределы. То есть еще не дно? Абсолютно нет. Может быть, поверьте, может быть хуже. Я говорю вам, я недавно, как года полтора-два назад, вот я был там в Славянске, в Краматорске, во всех этих местах, которые я помню со своего детства. Поверьте, хуже может быть. То есть то, что я там увидел, меня правда повергло в шок. То есть не дай, Господь, нам такое участие, нам нужно приложить абсолютно все усилия для того, чтобы из этой очень сложной геополитической обстановки и конфронтации выйти неповрежденными хотя бы, как минимум. Осталось только понять нам. Это кому? Нам всем. Это такое абстрактное понятие. Нам гражданам в Республике Молдова. Вот кому нам. Поняла. Можно я скажу еще, что для меня главным событием сегодняшнего дня является юбилей Владимира Семеновича Высоцкого. Сегодня ему... Для меня тоже, Людмила. Правда. Как вы думаете, что сказал бы Высоцкий? То, что происходит сегодня. Он бы спел «Почему все не так?» Что-то в этом роде. А вы как считаете? Ну, наверное, что-нибудь более жесткое из его песен. Наверное, письмо с канадчику Идашу на телевидении, да? У него было очень много жестких таких песен, откровенных и правдивых. Я думаю, что-то из этого по поводу сегодняшнего секта. Я благодарю вас. Да, оканчивание программы тоже получилось интересным. Что ж, теперь подводим итоги, как проголосовали наши зрители. Юрий Иванович, ну, за вас 250 человек проголосовал. Ну, ладно, я и старший, как бы. Не извиняйтесь. Господин Кульминский, за вас 147 человек. Ну, у вас многие придерживаются тоже и прозападных позиций, оказывается, на телекомпозициях. Я бы не сказала многие, но, конечно, есть такие телезрители. Знаете, нам приятно, что нас смотрят телезрители, которые думают по-разному. Наверное, это очень даже хорошо. Благодарю вас за то, что вы пришли. Да, приходите к нам еще и будем говорить на всякие разные интересные темы. Спасибо. Вы смотрели программу «Дел принц». Пожелаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова